Для того, чтобы участвовать в этой программе, 28 числа мы начинаем принимать документы, необходимо обратиться к нам с полным пакетом документов. Если пакет документов будет неполный, то мы как бы примем, но напишем отказ, потому что документы неполные, мы не имеем права его регистрировать как заяву. То есть будет рассматриваться как обращение граждан. Если пакет полный, значит мы его принимаем, мы его регистрируем. У нас сайт есть в Луганске Держмолоджитла. На этом сайте будет размещаться электронная очередь. А где подивитесь список документов, чтобы человек все взяла, на сайте есть параллель? Да. Можно зайти на сайт, вбить в интернет Держмолоджитла. Это будет наш сайт центрального аппарата. И там очень подробно расписано 4 кроки отримания державной поддержки. Они вот таким вот образом выглядят. И они расписаны, получается, все по этапам. Как вы значите право, есть или нет, что для этого нужно. Вы значите размер Державной поддержки. Написано на что 30%, на что 50% дается. Расписано, каким образом рассчитывается граничная стоимость. Расписаны конкретно документы по каждой категории. Для просто людей, для атошников и для переселенцев. То есть разные категории. И дальше расписано, каким образом укладается договора и какие объекты предоставляются. Это все есть на сайте. И электронная черга тоже она будет на сайте размещаться. То есть на сайте каждый человек сможет посмотреть, какой он по очереди. И какая поддержка ему дана, не дана. И на какой стадии находятся его документы. То есть человек сдал полный пакет документов, мы его зарегистрировали. Он пошел под номером 1. Пришел второй человек, сдал полный пакет документов, мы его зарегистрировали под номером 2. То есть у нас будет сначала регистрация этих заявлений. После этого у нас будут подписаны договора с застройщиками на резервирование квартир и на строительство. Как только у нас эти договора будут подписаны, на сайте будет вывышен перечень этих домов и этих квартир. И будет предложено прийти выбрать эту квартиру. Человек, который находится в очереди, который в электронной очереди находится. Он приходит, выбирает ту квартиру, какую он хочет. Мы рассчитываем ему размер господдержки. Рассчитываем сумму, которую он должен внести на свой расчетный счет. После этого мы отправляем этот список в центральный аппарат, в кредитный комитет. Они подписывают, узгодживают нам этот список. И если все проходит нормально, значит человек открывает в Укргазбанке, это государственный банк открывает счет. Кладет туда свой личный износ. Мы туда кладем на этот счет оставшуюся господдержку. То есть аккумулируется 100% на его счету. И дальше человек заключает договор с застройщиком на покупку майновых прав. И в этом договоре прописывается график погашения. Он сам решает, каким образом он будет погашать. Либо сразу 90% он заплатит, либо 50%, либо 20%. Это он договаривается с застройщиком, каким образом он будет строить. Единственное, что не больше 90%, потому что 10% остается на тот вариант, что когда строителька заканчивается, то по размерам БТИ площадь может быть как меньше, так и больше. Для того, чтобы потом полностью рассчитаться и разобраться, какая же площадь. Поэтому 90% платится. На рахунок человек уже мает полностью уси 50% внести единую. То есть это не платежи там на несколько лет, это в единственный момент, но человек мает покласти половину от суммы вартости будущего житла. И при этом он же собственником становится жилья сразу. То есть если он по кредитным программам, он не собственник квартиры, он все квартиры в ипотеке у нас, то здесь он становится собственником сразу. Сразу.